друзья приветствую вас на своем канале пламя меня зовут михалыч ребята сейчас я на майских праздниках нахожусь в прекрасном городе геленджик где живут много моих подписчиков и один из моих подписчиков арсен который увидел меня в инстаграме что я приехал в его город он связался со мной приехал ко мне в отель с подарками пригласил меня к себе в гости и я конечно же воспользовался данным предложением с удовольствием приехал к арсену домой потому что он собирает у себя дома мангал с печью под казан и тандыром по моему проекту поскольку арсен никогда в руках не держал мастерка у него возникли при строительстве барбекю некоторые трудности именно в вкладке кирпича я приехал к нему домой показал мастер-класс и множество лайфхаков поскольку ролик получился очень длинный очень информативный чтобы вам было легче искать нужную вам информацию я сделал такие тайм-коды из каждый лайфхак обозначен цифра цифры это как раз временной код и также под видео в описании весь этот тайм-код он в активном виде то есть вы нажимаете на вот эти цифры и сразу просматривайте тот момент в ролике который вас больше всего заинтересовал ну что друзья приятного вам просмотра и получения очень важной новой информации для новичка приветствую вас на своем канале пламя кто меня не знает меня зовут михалыч я сейчас нахожусь в городе геленджик в гостях у моего подписчика арсена здравствуйте на реги и подписчики друзья арсен собирает барбекю по моему 3d проекту мангал с печью под казан и тандыром в инстаграме посмотрел что я отдыхаю в геленджике воспользовался этой ситуацией и пригласил меня для того чтобы я подсказал какие моменты сложные моменты сборки барбекю для мастер-класса для мастер-класса до арсен приехал ко мне в отель до привез подарки мне вино и общем мы договорились о встрече и вот сегодня мы проведем небольшой мастер-класс по кладке именно облицовки раньше работал сфере правоохранительных органов после увольнения появилось очень много свободного времени и так как у меня дочь ведет кулинарный блок захотелось до захотелось для нее подготовить именно территорию где будут готовиться блюда на костре исходя из этого мы стали изучать интернет пространство в поисках именно правильной технологии кладки печи и чтобы была правильная тяга в мангале наткнулся на канал пламя стал изучать понравилось именно как правильно и доходчиво объясняет человек который ведет канал михалыч понравилось связался по телефону мне любезно предоставили проект ничего сложного справиться любой кто в детстве хотя бы раз собирал лего есть есть проект кирпичик за кирпичиком аккуратненько складывайте и все идет есть конечно некоторые тонкости в этой специальности которые нужны именно чтобы посмотреть потом научиться именно для этого судьба улыбнулась нам и михалыч отдыхает геленджике сегодня он у нас и нам покажет некоторые тонкости своей специальности в органах отслужил и никогда не ложил кирпичи облицовку именно вот здесь у него сложность возникла именно в красоте кладки чтобы у него снаружи было все красиво и замечательно тандыр он собирает вообще просто отлично как как печник прям работает печку под казан все сделал тут аккуратно запилены все кирпичи все подгоняет даже вот на тандыре как раз замок прям сделал это вообще очень похвально это делают только профессиональные печники ну и сейчас я покажу как собирать облицовку расскажу некоторые нюансы с чего надо начинать и покажу как накладывают раствор на кирпичи ну так называемая постель а еще покажу фишечку одну как из щелевого кирпича сделать две половинки без болгарки а просто кирочкой разрубить и он не развалится поехали мангал с печью под казан и тандыром для любителей блюд в тандыре предоставлен проект совмещающий тандыр мангал и печь имеются проекты с тандыром как справа так и слева общая длина мангала с тандыром без стола составляет 3 метра 24 сантиметра ширина 1 метр 4 сантиметра ширина портала мангала 92 сантиметра проект состоит из 3d модели по рядовке с указанием количества необходимых материалов программы скетчап и видео урока по скачиванию и установке проекта на компьютер в проекте указаны количество кирпичей размеры чугунного литья необходимых комплектующих и подробная технология сборки весь секрет в том чтобы разрубить сначала вот эти перегородки здесь лишь два ряда идет дырок а бывает там три ряда или четыре ряда дырочек самым кончиком кирочки вот эту перегородочку надо аккуратненько вот так разрушить ну хотя бы на сантиметр там разрушили и с этой стороны также можно вот так вот переворачивать кирпич если ладонь позволю и вот этот с этой стороны также разрушили то есть как стеклорезом стекло потом что я делаю одним таким резким ударом вот сюда наносишь удар лишь даже вот просто с первого раза получилось если мне надо значит вот здесь чуть-чуть подровнять то я вот так вот сразу не бью сюда я сначала вот эту вот грань подрубил внутреннюю часть да да подчищаем вот и потом здесь вот тоже самым кончиком так вот подровнял принципе если прям сильно надо качество то для этого нужен брусок какого-нибудь наждачного камня и у тебя получается вот половинка но это если очень быстро надо допустим тебе сделать и и вот это сейчас подровняем чуть-чуть но здесь в принципе нормально получилось единственное что может могут они вот видишь по длине сложно попасть чтобы они прямо идеально были то есть я говорю что вот если надо чисто вот эта сторона и чтобы болгарка не заморачиваться ты не отходя как говорится от кассы сделал две половинки здесь тоже видите здесь еще сложнее кажется да что они в шахматном порядке идут но принцип тот же самый единственное что здесь посередине кирпича идет вот это основной перешел да то и значит нам надо либо вот эту либо вот эту перемычку к самому краю ну чтобы у нас примерно хотя бы не было что вот здесь такая половинка была ближе к середине то есть вот эта насечка она как бы и задает основное место где лопнет кирпич да тоже аккуратненько если две перемычки то значит надо было мамочки да и здесь я всегда наношу удар с лицевой стороны если не лопнул кирпич то тогда уже с задней стороны вот трещина уже есть все он уже лопнул и здесь тоже наношу не отсюда вот вот ближе к середине вот по этой проекции примерно все вот он он за счет того что очень хрупкий как стекло так вот он и лопается просто начинающие печники там каменщики они не знают этого секрета да и у них не получается они сразу начинают бить сюда и он весь разлетается весь может раскрошиться кирпич проверим как ты усвоил материал так поехали если разлетится у нас еще есть кирпичи это не так страшно теперь по лицевой стороне о молодец вот видите с первого раза получила на 5 с плюсом отлично то есть если теперь тебе надо вот эту грань сделать более ровную ты или кирочкой подругу уже начинаем внутреннюю часть да сначала так да да только кончиком маги с фанатизмом и потом наждачным камнем кусочком брусочек какой-нибудь у нас уже москве тела вода у меня прям получилось вот вот так так что вот учитесь смотрите сразу шесть половинок получилось поехали дальше раствор должен быть более-менее таким пластичным но сейчас он немножко густоват можно чуть-чуть воды добавить то есть он не должен быть слишком густым таким чтобы как кусок творог был и не слишком жидкий обязательно начинается самого сложного то есть заведение угла сначала надо углы поднимать а потом уже внутри по шнуру вкладку делать чтобы проверить у нас высота на одном уровне или нет можно вот таким образом то есть берете уровень и леску со в одном в одну плоскость и поднимаете или опускаете уровень так чтобы пузырек стал ровно и вот этот леска ну шнур и плоскость уровня совпадали по горизонтально да это будет ровно но вообще лучше конечно купить лазерный уровень никаким раствором нигде на ней а это чё за арматура тут а это она у меня по уровню туда не падала я ее отодвинул оттуда видите у меня получается металл толстый его прогнуть хорошо не получилось он у меня ловну пришлось подваривать ну ладно смотри это подай мой номер к момент именно вот этой горизонтально чтобы выстоять более-менее он у меня туда кладом вот эту часть проверяй с открытой дверкой понятно в общем с вами подвальная дверка это не так прям принципиально что здесь соприкасается там с уголком здесь температура вообще никакой практически не будет опачки это делать не обязательно вообще лучше лучше сделать чтобы было какую-то ну какой-то амортизация между кирпичом и дверка это больше открывать ее и тем самым облицовка не будет расшатываться от закрывали она на топочной двери у тебя вот здесь не должно быть никакого соприкасания то есть дверки не должны будет соприкасаться с уголком потому что вот это будет нагреваться уголок если дверку ты прямо вплотную поставишь это все будет у так ходить туда арсен самое главное чтобы у тебя вот эта дверка до нержавейка вся зашла вот по краям вниз и дверку устанавливаешь так чтобы у тебя вот облицовка зашла именно вот так вот то есть обещали без щелей да сейчас у нас получается так что дверка торчит на пол сантиметра и вот это вот тоже вижу тебя здесь все правильно сделано и здесь согнул ты правильно то есть по размеру то есть если сейчас оставить то вот этот кирпич вот так будет упираться в эту нержавейку поэтому всю дверку тебе надо сдвинуть туда утопить глубже да вот здесь вот значит или вот здесь тебе прям хорошо так проработать банал тебя туда стал сейчас этот момент нежелателен вот она прям вообще очень плотно там заходит чуть-чуть раздолбать будет держаться за счет вот этой вот этой вот части и вот этой здесь наверное именно из-за того что я стал устанавливать зольник после того как пошла вот эта кладка да или к ну вот вот этот кирпич он да надо было сначала тебе поставить дверку вообще как делаются сначала замеряется вот этот весь проемчик вот как с той стороны где тандыру тебя даже до размеры все подготавливается посадочное место под дверку выкладывается облицовка сначала потом короб ты в эту шахту давай попробуем туда да просто как нам какая разница где он будет же за и вот так вот и сюда уже в это посадочное место вставляешь как в паз не получается утопить до ошибка в том что вот этот кирпич мешает не дает установить вот эту часть нержавейки то есть она туда не уходит а для нержавейки надо хотя бы этом чуть-чуть небольшой люфтик сделать зазор поэтому вот это все подготавливаешь и потом туда установишь то есть проверишь все заходит заходит потом уже кирпичом заложишь и друзья смотрите арсен выполнил кладку простым кирпичом вот то из них не приходит это огне стойки печной кирпич это другой кирпич это печной до печена кирпич ведь он монолитный то есть он выдерживает порядка 1000 градусов свободно он выдержит друзья смотрите этот кирпич он нагревается гораздо быстрее чем огне упорный вы все не упорный кирпич он так и называется огнеупорный а это печь да допустим этот за 10 через 10 минут уже у него градусов 100 150 будет температура огнеупорного 50 градусов то есть этот на прогрев этого кирпича будет тратиться гораздо меньше времени ну и этот кирпич быстрее остывает вот в тандыр обязательно надо делать из огнеупорных кирпичей это тоже туда никак не пойдет потому что он быстро остынет по технологии уже приготовления блюда будет не хватать печка под казан казан только при воздействии костра то есть от теплых кирпичей казан не будет готовиться ничего не приготовишь кладки всегда идут от сложного простому то есть сначала самые сложные участки выполняется а потом уже попроще то есть бывают такие мастера которые середины там сделали потом углы начинают делать и у них разница и по высоте и вот так у линейки нету на примере углового кирпича я покажу как вообще наносится раствор на кирпич на называется правильно постель приготовить постель для кирпича так и раствор воды давай чуть-чуть подбавим в раствор засох чуть-чуть подмешать хорош хорошую 8 многих каменщиков рядом стоит все время полторашечка и там водичка это нибудь а если бывает такой раствор который садится вот туда бывает этот жидкое мыло добавляют и чтоб с пенкой сразу кстати вот сюда жидкое мыло можно добавлять или не затяна это очень эластичный рост не он практически не садится только вода видишь испаряется от жары но сейчас уже более-менее работа по внешнему виду и по такой эластичности то есть видно что вот он комками не собирается и не сопротивляется руке когда ты его перемешиваешь набираем примерно вот по максимуму сколько может на вот этот мастерок он средних размеров мастерок поэтому вот такое количество то есть вот такими маленькими набрасывать если хороший мастерок то можно сразу за один раз набрать необходимое количество так я без штапика ты делаешь я смотрю ты под штапик ложил да ну он у тебя вы раствор выдавился видишь я потом добавлял добавлял я сейчас покажу как кладут баварскую кладку да именно такую хочу получить значит смотри задача заполнить все чтобы вся плоскость вся поверхность была заполнена раствором а теперь когда вот здесь наложил подготавливаешь лицевую сторону так чтобы у тебя раствор суда не выдавливался чтобы он здесь не свисал вот так выравниваешь подрезаешь примерно смотрит чтоб толщина была по всей плоскости одинаково не делаешь слишком большой большую толщину и слишком тонкую значит если у тебя толщина шва 8 миллиметров но где-то 1 и 2 сантиметра за база до на глаз или метр смотреть если вот такие сколы есть попадаются да то их надо начни отсюда на видное место а вот так вот прятать еще смотри бывают кирпич имеет неправильную геометрию то есть он на такую вогнутую сторону вот этой вогнутой стороной кладут вниз вон вот так ложился выбрал определились до поняли как можем здесь как раз совпало и кирпич вот так вогнутый вот это откуда та штучка ставишь кирпич сразу не вот так вот потом кирочка выровняю не вот так не именно туда где он должен остаться максимально устанавливаешь на место где он будет стоять здесь у тебя уже линия направление задано значит здесь ты тоже примерно смотришь плоскость ты уже должен визуально ощутить его позиционирование как он установлен теперь на глаз ты должен сориентироваться по высоте по толщине шва и первое что я на углах выставляю сначала вертикаль с этой стороны и с той стороны но у нас той стороны мы уровень не можем поставить только с этой стороны вертикаль лишь у завалилась чуть-чуть бывает так что кирпичи немножко неровно этом в производственном моменте керамика то есть выставили вот теперь смотрим горизонталь лишь почти нормально и сейчас будем усаживать например на такие вот толщину шва как ты вот уже задал нужно ты уже к этим толщине значит привык поэтому будем ориентировать 8 миллиметров всем это именно баварская кладка дай шов срезается заподлицо складку дошно да вот здесь нам именно она и нужно вот смотрим на пузырек чтобы он сильно не уходил не вверх не вниз если здесь прям уже вывалился раствор а тебе еще надо пристукивать вот таким образом как и срезаешь кирпич значит я еще бывают увидишь здесь вот пасочка есть на кирпича я еще бывает вот так вот по ней проходитесь прохожу или мастерком расшивкой это расшивка для внутреннего шва вот даже написано для внутренних швов ну внутренний шов это неправильное название правильное название рустовочный шов руст то есть рустированный шов то есть это для того чтобы сделать рельефную кладку вот такой вот шов выдавить его баварская кладка делается плоской расшивкой в одну плоскость ты вот так вот плоская у тебя расшивочка и ты просто раз заглаживаешь сначала расшивают горизон вертикальные швы накладки потом горизонтальные я не ту такой гладкой расшивки нет нам теперь надо вот эту проверить плоскость проверяется она уже ну если у тебя столбик да то ты вот так проверяешь если у тебя идет в одну линию то надо проверить леской на углах то есть одну давай покажу как зачаливаются проверим вот этот угол в одной плоскостью или нет находится и заодно покажу как я зачаливаю как меня учили значит проволока имеет свою толщину ну я думаю уже многие понимают что леска если у вас шнур идет в эту сторону то шнур должен с нижней стороны вот этой проволоки идти вот так сейчас покажу как неправильно делать неправильно делать вот так то есть вот так вот когда шнур сверху проволоки это неправильно у нас добавляется толщина да да совершенно поэтому так вот раз почему именно вот такая длина ну чтобы во первых была плоскость проволоки жесткость больше сцепления и чтобы было удобно на нее поставить кирпич теперь задача наша как можно ближе к самому углу вот этому поставить вот эту всю проволочку с леской с этому со шнуром и вот такой вот половиночкой вот так прижимаем все вот это теперь леской ну шнур очень сильную натяжку можно сделать и вот этого нажатия кирпичика достаточно будет чтобы она не с не улетела никуда теперь там да идем идем но у нас сейчас высота значит кладки не совпадает наша задача просто убедиться в том что кирпич в одной плоскости находится здесь также вот вы одели и поворачиваем так проволоку чтобы леска ну или шнур были в нижней части и также суда как можно ближе к углу прижали кирпичика выравнили в одну плоскость этот кирпич правильно установлен то есть он не развернут все под правильным углом теперь посмотрим как у нас лежит этот кирпич сюда санпады не в одной ли он плоскости ну по высоте понятно он не в одной плоскости а так в принципе он в одну линию вышел ну можно если там совсем чтобы идеально было сам кирпич вертикали вот когда ты когда-то вот так ну вот так вот проверять его ты не проверишь его потому что кирпич имеет неправильную геометрию вот смотри облицу лицевая часть у него всегда практически уже чем задние то есть задние если он так вот смотреть он идет он потому что он глина когда стоит если ориентироваться на этом мы будем иметь подошу погрешность если вот так поставишь по горизонтали то вот это вот будет вот так уровень стоять ты будешь его выравнивать и вот эта плоскость уйдет сторону поэтому ты смотришь вертикаль вот здесь вот так ты по уровню ориентируйся чтобы у тебя в плоскости со всей стенкой было чтобы он не вываливался и также смотришь на сам на саму плоскость кирпича бывает тычки вот эти тычки также вот здесь вот нету 90 градусов за счет того что он вот так согнут тычки тоже бывают вот так подворачиваются то есть ты если будешь смотреть вот эту горизонт вертикаль будешь по уровню выставлять тебя вот так вот выйдет кирпич эта часть будет подниматься поэтому это все ты уже примерно визуально необходимо просто учитывать погрешность геометрии кирпича при всем вопросе погрешности очень большие это почему происходит потому что здесь пустоты воздушные пустоты и при обжиге все это деформируется сжимается поэтому деформируется и наружная кладка еще внутри бывает вот эта самая лицевая часть вот так не только вот так еще и вовнутрь как бы ссыхается все вектор задом теперь можно там поднимать ну давай здесь сейчас ты попробуешь положить вот так кирпич углы самое главное углы тебе поднимать то есть здесь угол сейчас еще поднимешь потом там ты поставишь дверку уже установишь ее все и также углы там подымешь выровняешь все в одной плоскости ну чтобы на водную высоту проверишь проверяя себя почаще там два-три ряда раз поднял леску натянул посмотрел хотя бы чтобы максимум там три миллиметра чтобы было расхождение не больше ты уже понял да как это но допустимо на трех миллиметров да да ну вообще идет там на 10 метров один метр у один сантиметр погрешность но я люблю говорить плюс-минус полметра не считается но это юмор такой строительный такие вот снимаем кирпич я когда снимаю допустим у меня там высота большая кирпич вот это чтобы он у меня не падал на самый пол вот сюда вот так ну рядышком положили за кожу михалыч а у меня подождите у меня этот кирпич торчит куда сюда на 2 миллиметра и вот вы сейчас рассказывали я спорю ну ничего страшного смотри арсен пусть сейчас этот кирпич не разбивать же его ну конечно на смотри сейчас вот этот кирпич положишь потом когда ты там выложишь угол шнур натянешь и вот этот кирпич который у тебя вот здесь пойдет и вот эту вот этот кирпич ты уже не будешь ровнять по вот этому углу ты будешь его здесь по леске ложить с этой стороны уровень будешь только здесь прикладывать я принял ну и вот эти половинки не забывай штробиться хотя бы через два ряда вообще желательно каждый и вот там тоже штробу надо закладывать ты там кирпичом не перевязываешь да вот так нет значит надо вот так же гипсокартоновый подвес и туда ставить либо перевязывать кирпичом либо кирпичная перевязка если ее нету значит просечки эти понятно здесь то есть ты понял вот эту уже часть ты будешь по леске ложить это уже плоскость у тебя будет задаваться именно углами и шнур будет контролировать эту плоскость ты положишь здесь и уже как там будет вот этот кирпич торчать или нет это уже не так важно но не сильно будет бросаться в глаза потому что у тебя вот этот столбик будет здесь стоять а столбик ты уже будешь жить по уровню из вообще советую тебе вот эти кирпичики положить также по шнуру то есть когда ты ряд полностью ведешь поднимаешь ряд раз дошел до этого уровня кирпичик положил по леске раз пристучал его чтобы он по леске вот так шел а с этой стороны с этой стороны уровнем то есть идти вместе с ним отдельно его не стоит выводить вместе с ним идешь и вы полностью кладку с ним про можно и так но надо заранее вы выставлять вот эту штробу для перевязки гипсокартоновые подвесы единственное что сложно потом под них подсовывать эти кирпичи понимаешь не по этому лучше сразу идти по рядом и очень грамотно ты поступил то что ты сначала внутреннюю часть выполнил кладку то есть тандыр почти выложил и печку теперь тебе проще будет выкладывать все это облицовкой во-первых проще доступ есть тебя конструкции внутри во вторых тебе не надо делать делать сразу несколько видов раствора на то есть одни упорный потом облицовывать на если еще у тебя забутовочный вот как ты на глину там закладывать то это вообще три раз вот и правильно все делаешь поэтапно ты сначала сложный момент выложил теперь тебе просто облицовку поднять всю информацию которую сейчас михалыч нам передал рассказал это все как бы и до этого было на канале это все и я смотрел изучал опять же да но теоретически мы это видели сейчас мы это увидели прям когда это происходило прям на глазах у нас нам показали разжевали попробуем сейчас повторить до проверяю продолжить руку мастера эластичные или там еще можно чуть-чуть воды добавить но в принципе как бы на грани рабочий рабочий раствор до главное на лицо слишком чтоб раствор не наваливался на лицевую кладку да и вот сразу арсен правильно ты сделал что пальцем не стал лезть в раствор это очень такая привычка плохая тому потом то этим грязным к пальцам берешь кирпич вымазываешь и так далее все делаешь мастерком теперь смотри видишь ты какой градус 1 до надо вертикаль обязательно чтобы раствор у тебя вертикально стоял до 5 выводи его чтобы он вертикально шел как шов потому что ты вверх сверху когда положишь кирпич он у тебя не выравнивается он будет раствор так и останется по таким углом еще напусти наперед вот таким образом кирпич у нас в принципе целый вот этот тычок смотри какой красивый мы наверное возьмем тот который у нас испорчен его все равно в ту сторону будет уходить как считаете как раз используем эту ситуацию давай вот видим до имеется погрешность она у нас не будет видна потом когда мы туда поставим таким образом да 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 представишь максимально чтобы он горизонтально шел и не наклонялся сильно вправо влево там смотри спереди чтобы он сильно далеко не чтоб тебе потом меньше было работы кирочкой так сильно не придавливай уровень ставь и проверяй свою работу сначала вертикаль поверь проверь сдвинь его там вперед назад уровень повыше подними на три ряда что вот так вот отлично теперь горизонталь вот значит заднюю сторону его надо посадить так стоп стоп арсен присаживай так чтобы вот вот здесь вот да вот правильно вот сюда вот бей чтоб сразу распределить силу если на обе стороны дать бить он у тебя уйдет на бьем посередине чтобы сила удара распределялась на обе стороны на уровень посматриваешь без фанатизма на ум тут иногда присутствует теперь спереди посмотри толщина шва как у тебя шов толще чем у вас значит присаживай его еще можешь прям посередине не нет арсен кирочка кирочка посередине кирпича смотришь на шов и смотришь уже сейчас задаешь горизонталь примерно шоу чтобы он у тебя клином не шоу нормально нормально в пределах тебе сейчас надо подобрать раствор спереди проверить плоскость на лицевой кладки не сильно глубоко снял ну можно будет поменьше это у тебя просто мастерок такой формы не получится по другому видишь как аккуратно у тебя получается как ювелир себе ждет до теперь уровнем проверяй как он у тебя ушел назад или вперед вышел чуть-чуть вперед можно его выдвинуть ну все отлично теперь горизонталь еще раз проверь все здорово есть теперь арсен у нас там кирпич верни шнур зачали на том углу теперь тебе надо поделать то же самое вот этот кирпич как он у тебя на эту пузырь бери теперь шнур как вот я показывал просто приложите посмотреть просто приложи шнур и посмотри направление кирпича проверь так сейчас подожди у нас до своего чуть-чуть развернуть вот эту параллель сам на чуть-чуть буквально туда подавняя и все вот у нас стал все самое главное да вот углы начала баварская кладка вот потом ты расширку нужно ее купить в хозяйственном магазине такие расширки да когда приходишь хозяйственный магазин и когда ты далек в принципе от этого тебе предлагают вот это вот это вот расширка внутренняя наружняя понятия не имеешь какое для чего поэтому приобрели то что нам не понадобилось когда ты купишь вот возьми сразу две расширки 1 у тебя будет ровно и вот так останется и вторую чуть-чуть под точишь потому что швы бывают немножко из-за того что кирпич у нормы иногда надо две расширки и 1 может у тебя будет для вертикальных швов другая для горизонтальных и можно чуть-чуть ее подшлифовать на кирпичке вот так потому что она когда прям с магазина она немножко шероховатая поверхность тоже все ты выложил прошло буквально минут 10-15 берешь расшиваешь и у тебя идеально прям гладенький шовчик 10-15 минут или секунд минут минут ну до часа до часа зависит от жары конечно бывает что быстро в концу у нас только когда с температурой хорошо когда ты расширкой сделаешь у тебя будет гладкий шов красивый гладкий шов то есть уже не будет рвана если ты хочешь ну допустим нет у тебя возможности купить белый шоу белый кладочный ты можешь на простой цементный раствор это все сделать только внутренний сделаешь где-то пол сантиметра сделаешь внутренний шов чтоб потом заполнить вот этой расширкой белый цемент можно купить и прям можешь в перчатке там и вот так накладывать накладывать потом раз расшир малярным скотчем кирпичи заклеил с двух сторон чтобы его не испачкать да и потом ты замызал раствор расшил скотч снимаешь у тебя чистенький кирпич идеально ровный шов получается смотрите вам момент неоднократно человеку поступают сообщения я тоже кстати большое спасибо спрашивал советовали ребята тоже другие по поводу того чтобы вот этот пространство между тандыром и кладкой облицовочной да можно ли это засыпать песком да вот эти вот полости я сам задал этот вопрос я уже понимаю что каждый второй задает этот вопрос вот михалыч дал подробное разъяснение тому что так делать нельзя мы пришли к выводу что будем заполнять раствор пространство кирпичами просто стали его ложить но и в целях из экономии стали ложить его на глиняный раствор один к трем с песком вот арсен его подпиливает по форме так линия и не на родни на цементные раствора на простую глину с песком потому что здесь нагрузки никакой нету просто чтобы запал заполнение вот этих про вот этого пространства для какой цели в основная причина это но теплоемкость чтобы сохранить и когда выйдет на финишный ряд здесь еще не закончена высота там дыра когда арсен выйдет на финишный ряд будет устанавливать здесь финишное покрытие или гранит или керамогранитом с чем ты определишься чтобы была возможность ребра жесткость на что раствор наложить чтобы не было вот этих дырок почему нельзя песок засыпать постоянный вопрос я смотрю на сущая тема ты раз и ответит нам на этот вопрос вот что эти но получается из того маленького курса ликбеза который провел михалыч уже здесь песок если засыпать вот сюда он в эту полость он у нас получается трамбуется и начинает расширяться на когда он начинает расширяться он начинает давить у нас пойдут проблемы именно с фасадной частью нашей конструкции будет разрушаться пойдут трещины да вот на примере вот как мне рассказывали печники в нижнем новгороде камни которые лежат в каменке в банной печи они при нагреве расширяются рвет их лопается ну допустим самый горячий камень он лопнул появилась трещина эта трещина заполняется пылью камней которые находятся сверху после того как все это остывает щель остается но она не сужается потому что заполнилась этой пылью следующая топка расширение еще сильнее происходит опять эти все полости заполняется пылью вверх с верхних камней и таким образом расширяясь кирпич уже на место вся эта топка на место не становится то же самое здесь будет происходить с песком или со стеклом или с любым заполнителем при нагреве все это расширилось освободились полости они заполняются верхней клином работа просто раздавливает и так далее и так далее казалось бы что там такого вот физика просто это вот наблюдение из опыта поэтому эти все места вот простым кирпичом можно на простую глину и обязательно каждый ряд стягиваем вот стяжками ну в идеале конечно два да вот так стянуть эти стяжки они не будут давать расширению расширению до раз тому чтобы кирпич не раздвигался как известно вот эта форма во внутрь и он никогда не сдавится за счет цилиндра своего а вот наружу чтоб не раздавливала складка не расширялась вот эти обруч иначе вы уже поняли если расширилась то назад уже не сядет ну все на этом да большое спасибо да вот такой маленький мастер-класс и еще раз друзья проходим в instagram на мой instagram внизу все ссылки на instagram будет моего канала и дочери арсена и будем обязательно следить за кулинарными рецептами в данном тандыре на печке и другими рецептами которые будут которыми будет радовать нас спасибо большое вам спасибо гости меня пригласил за вино стекла и вот классно дорогие друзья до следующих наших встреч до следующих наших видео отчетов по поводу достижения наших результатов это вот это наш самый главный помощник зевс зевс постоянно нам помогал как твой instagram называется эмили блок эмили блок подписывайтесь на наш инстаграм эмили блок следите за нашими достижениями в области кулинарии всем привет до новых встреч с давайте член семьи родился в день в день пограничник от наш зевс родился и он доблестно краса защищает наш дом друзья надеюсь формат данного видео вам понравился следите за мной в instagram и возможно следующий мастер-класс я проведу у вас и как и и и и и